Здравствуйте, я ветеринар Вячеслав. Сегодня расскажу о прибылых пальцах у собак. Прибылой палец это большой палец, который располагается чуть выше ступни. У собак прибылые пальцы бывают как на задних, так и на передних лапах. На этих фотографиях вы можете видеть, как у собак выглядят прибылые пальцы. Сам по себе прибылой палец это рудиментарный орган, то есть орган, который в процессе эволюции утратил свое значение. И никакой пользы для собак он не приносит, значение никакого не имеет. Для большинства пород собак наличие прибылых пальцев это отклонение от нормы. Но есть породы собак, для которых наличие прибылых пальцев это наоборот признак чистопородности. К таким породам относятся бариар, ненецкая лайка, перенейский мастиф и бассерон. Для этих пород наличие прибылых пальцев является признаком чистопородности. Удалять прибылые пальцы или нет, это дело хозяев, но в основном прибылые пальцы несут больше вреда, чем пользы. На задних лапах, на прибылых пальцах также точно растут когти, которые постоянно растут и не скачиваются при ходиле. То есть он может, когт закручивается, травмировать подушечку пальца и вызывать воспаление. Также точно при движении, игр активных прибылые пальцы тоже могут травмироваться. Поэтому для маленьких щенков, если в самом начальном возрасте эту процедуру по удалению проводить, это быстро и несложно на самом деле. Удаляют щенкам прибылые пальцы в возрасте 3-6 дней. И после этого уже у щенка таких проблем возникать не будет. На этом все, что я хотел сказать. С вами был ветеринар Вячеслав. Спасибо за внимание.